так всем привет сегодня 4 июня всем и наше мероприятие в москве прошедшие впечатления отзывы и так далее вот наша один из самых главных организаторов который мне очень сильно помог роман расскажи о себе тогда да и планы вот алверды дениса спасибо что позвал меня присоединиться в этом проекте быть организатором и те кто из москвы знают что я очень люблю организовывать всевозможные встречи и москве мы часто встречаемся теперь вот у нас была сильная команда и денис максимально помогал формационно елена и аня прямо с ними хорошо там ездили по залам снимали я считаю что мы очень классно организовали вот мне очень понравилось абсолютно точно не идеально и было много косяков я надеюсь что мы успели их прикрыть и вы не все заметили которые были но мы будем как бы делать мероприятие дальше москве вот если вы не знаете каждые недели мы проводим мероприятия без спикеров мы собираемся командой амазончиков выбираем какую-то тему там отзывы или и писи или м.с. реклама но любую тему выбираем все из группы мы собираем вопросы по этой теме вот и потом по очереди начинаем на каждый вопрос делиться опытом у кого из нас есть что сказать по этому поводу вот так мы проводим и это один вариант наших мероприятий я думаю сейчас мы сделаем еще покатушки в москве будем кататься на велосипедах самокат так далее ну и периодически будем проводить большие мероприятия но они больше времени вот как то так я понял сейчас просто что надо сказать еще ну смысл короче я понял о чем сейчас вот скажите обратную связь я вот уже со спикерами пообщался с александром сергеем вот они мне тоже рассказали обратной связи можем сделать лучше мы будем точно делать лучше вот надеюсь сейчас и добавить еще что нам лучше добавить то буду рад это записать что после чего еще лучше ребята расскажешь сошлись ну смотри по самой организации мы написали я не думаю что его там надо паблик тут лучше участников спросить что им понравилось что нет сори ли дать я не слышал вопрос какой да по организации чё там тебе понравилось не понравилось какие там как ты считаешь вот там саша говорил я извини что перебил тебя скажет саша потом я скажу ну да я просто говорю что я рома уже отписал по пунктам прямо все и в общем я думаю этого достаточно ну просто понимаешь да все те кто был зачем мне просто скиньте вот так мероприятие отличное я думаю что можно было сделать его и больше вполне то есть чуть больше рекламы можно собрать москва это же москва ну это сам я в этом отношении как раз добавлю просто как раз рома сказал вообще о чем он говорил про москву это исключительно прям моя мечта была то сделать именно такое вот мероприятие то есть такие мероприятия которые он делает раз в две недели так как я не нахожусь москве мне это неудобно сложно вот я с удовольствием и ему также помогу в этих она потому что задача одна это получает знания двигаться развиваться и процент вот этот увеличивать удачных продавцов вот и непосредственно вот эти встречи когда идет мозговой штурм такой обмен я как раз их и собирался сделать то есть это у нас уже четвертая встреча она самая профессиональная потому что ребята уже сложилась такая команда которая помогает то есть мы с вами вдвоем это делали было очень тяжело вчетвером уже значительно проще то есть каждый там делает свои дела и получилось достаточно ну мне мне понравилось все будут просто я в конце в самом скажу свои нюансы которые я не знаю то есть кому как понравилось не понравилось вот какие минусы плюсы я расскажу как раз чтобы я хотел то есть вот именно по формату мы его подгадываем то есть я просто именно выгадываю формат который был бы интересен и соответственно как раз расскажу кто нибудь участники то теперь тогда ты давай мне принципе все супер все классно все так по домашнему единственное что вот мне не понравится человек который выступал в плане контента вот единственное что нужно это обязательно до того как все спикеры будут выступать распределять контент между всеми чтобы заранее просто саша и сергей они между собой уже договорились и контенте а я вот но они как более-менее вместе я вот как третий человек мне пришлось в конце грубо говоря но адаптируется выступление потому что уже было потому что люди уже устали презентации поели засыпали ну вот вот это единственное что понятно и как раз об этом вот как раз в конце расскажу то есть именно мы с тобой мыслим как обычно в одном направлении я просто высушенный просто у тебя это уже мертвая поляна была когда это за то закинуть там было если пьячьи начать два часа рассказывать ребятам и пи-пи-си ну вот это да это перенасыщение количеством спикеров даже получается то есть я для себя вот эти форматы данных вот именно формат переваривания информации в один там за приселс например там или в один день и количество соответствует этой информации концентрации для меня так как я неопытный не понимаю в принципе как это сделать ну то есть я понимаю что я такой там другой другой одному 1 интересно другому другое вот но количество такой вот одинаковая информация очень тяжело из-за этого я хочу одновременно тематически то есть я не хочу размываясь привели человека доставка человек привлета это уже форум там я не знаю там на несколько дней там и так далее это даже я не знаю надо это или нет вот но день и количество времени все таки я хотел бы спикеру во первых дать гораздо больше времени вот вот в этом отношении как раз и поговорим давайте пока что там есть там люди кто чем-то хочет сказать кто был или задать вопрос кто не был наверно мы между собой разговариваем короче скайпе но это нормально все остальные 2000 человек в записи посмотри как обычно вот тогда же привет привет я вот так со стороны даже если с минском сравнить то у меня у вас больше понравилось именно из-за контента из-за такого за концентрацию именно вот информации специфическую так вот знаешь тоже говорит что кому-то понравилось не понравилось не не-не-не . не говори понравилось понравилось а именно чтобы ты хотел чтобы было еще прикольно потому что мы это делаем там ничего то есть все супер было то есть по информации до какой-то вот но весь серёга сказал федосе блин ну то что ты меня спрашивал мог позвонить да а я чтобы не звонить приехать я не звонил ему кто-то приехал из моих ребят из минских у них просто земля с ног на голову стало пусть их осенило тот раз другие приехали услышали вот эти новости да от вас потому что информация всегда стандартная в общем доступе а вот вход в круг такой до неформальное общение он открывает очень много всяких интересных вещей поэтому я думаю что эти все супер полезно супер полезно именно в том что вы можете увидеть друг друга там в кафе да там хлопчик наш подошел с русланом познакомился он ему скидку на склейку ну так и надо ему а как еще для этого мы собираемся уже деньги отбил поездки да я супер супер просто кому то если что-то не нравится да вот кто-то если хотел там блин какие-то вип хором и да но это уже их не проблема вам вообще низкий поклон потому что я сам знаю что такое это все организовать тяжело да и вот ребята очень хорошо сделали что нет эту разгрузку сделали кораблик и туда и сюда то есть все вместе не так что вот например минске там я думаю в любом случае это опыт я говорю четвертый раз подряд за последний там я это начал дел с минска я же приехал с минска первый раз провел в москве просто вы давайте встретимся как раз я хотел вот именно о чем роман говорит вот и вот потихоньку потихоньку эти форматы мы перебирали разные то есть пришли к этому формату и в принципе я не вижу смысла там останавливаться там экспериментируй то есть и дальше потому что я вот еще кто-нибудь есть высказаться какие там да ну тут 20 человек как бы ладно я по-быстрому расскажу у меня у меня двойственное впечатление если честно первое впечатление это то что пролетело так быстро я просто в шоке если честно я толком платы я не знаю там здесь у процентами я саши не смог поговорить я сергей мы там соседних столами сидели просто а если когда мы садились уже вместе уже выдыхаешься просто то есть вот я могу бесконечно разговаривать о работе это мне как-то это и время просто прилетел там я не знаю бам человек выходит два часа и дома ну сейчас начнем сейчас блин он уже уходит следующий оп оп то есть меня день пролетел я преусловившим на машине в три часа ночи приехал мы соответственно немножко опоздали на мероприятие потому что мы только проснулись пришли поели на спалом ждали и мы соответственно сразу на это то есть корабля на балуем и я считаю там отбомбили как могли и и время пролетело я там ни разу не позевнул так скажем вот и но это первое впечатление то есть минут эта скорость я считаю все вот это вот это вообще супер но мне не вот уже такая вот опустошенность после того как нереально как минимум дня не хватило чтобы спокойно какой-то атмосфере как-то вот больше больше спокойно мы проснулись на следующий день и в холле там это гостиница спокойно там поговорили вот этого мне спокойствия не хватило именно не в баре не там я не знаю в ресторане не когда сто пятьдесят человек тебе там вокруг сидят все отвлекают а именно уже народ постепенно отсеивается 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 и каждый там группируется по кучкам то есть с этой кучкой поговорил стоит то есть мне тупо не хватило время реально то есть вот кто приехал на день раньше я просто не смог физически по своим там причинам вот он на день раньше то есть однозначно однозначно мне времени хватило и соответственно второй момент это касаемо спикеров я считаю если однодневный проводить форум однозначно только один спикер потому что феди правильно сказал во первых друг за другом повторение идет и если второй идет спикер как вот например добавочный то есть например я там иду то что я же не могу каждый форум там там хедлайнером быть но это бессмысленно это неправильно вот но вот именно первый это человек соответственно два часа рассказал презентацию пошли отдохнули воды попили два часа сел ответил на сам на свои на эти вопросы основные что-то добавил как вот все как у нас получилось про эту хедлайн это реклама как он там называется вот соответственно там рассказали все обед потом соответственно вопрос-ответ и посадили там у нас на самом деле в зале там как минимум несколько очень сильных продавцов которых там и денис у лимчик и сергей феогрупп там меня также и главного спикера то есть и по вопросам погнали блин ну мы там отвечали час мне кажется там можно было вопросов сто раз больше задать если бы люди не устали они бы их и задавали они реально после феде уже там мать партнер трейдем этом уже ну все еще бы пионер бы пришел слава богу они отказались последний момент это ну это вообще-то вообще а вот это вот вопрос ответы для меня лично если разогнать аудитории если будет хорошей именно кто умеет хорошо вопросы задавать и хорошо в теме то есть интервьюер но это будет супер вообще просто разогнать вот эту аудиторию надо разогреть и она вот и первый как раз заход они как раз на свежий а потом именно разогревать человека то есть вопрос что вот прям вот так сказать из низины вытащить вот это вот самое такое вот мясо как раз вот это у меня не хватило мне кажется просто не времени не хватило раскачать не невозможность ну просто такое количество людей и все вот это мое личное мнение в принципе из-за этого добавлю здесь денис после последней стадии вопросы-ответы мне кажется люди еще чуть-чуть перегрузились информации потому что в них настолько много вошло и уже сидели все в небольшом ауте в конце ну я не знаю право для меня наоборот было мало-мало значит я сижу мало-мало я хочу больше я не хотел сидеть в зале хотел задавать вопросы пересесть то есть мне как раз мне не хватило того чтобы саша там сидел там или сергей с феди там они сидели бы отдельно например и мы им задавали вопрос интервью просто нормально четки меня я специально ноут притащил их вспомнить то что я так не записывал вопрос не подготавливался но если к этому серьезно и можно подготовиться то есть я прям собирался крит пи пи си мне такой вопрос есть такой 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 именно я понимаю что я знаю как это делалось но у меня во первых есть вопросы а вправо ли влево а вверх или вниз а если вот так то вот так то есть принципе покачать именно спикеров а спикер когда раскачаешь он совсем по-другому уже себя то есть когда ты уже тебя прет тогда тебя прет вот а потом уже когда нас всех посадили например нас раскачала чтобы кто-нибудь там ну ребят зал например скачал ну для этого зал надо раскачать ну то есть вот это это уже другой уровень то есть это мы за вы создали обалденную атмосферу отличный зал что мы хотели мы все сделали правильно я считаю так то есть вот то что мы хотели сделать комфортно нормально все близко гостиница рядом покушать было где завтра кой там обед там блин быстро все сделали да там есть всякие там скоростные косяки но это просто невозможно по-другому сделать кому-то китайской кухне нравится кому-то это такие мелочи просто там это один процент десять процентов но 90 процентов будь я я ничего не заметил особенно у такого то есть просто так как это life time я мы то есть мы в живую делаем это норм тут блин то интернета не то еще чего-нибудь вот и это не в записи там нет ничего обрезать то есть это норм а вот именно вот вот это вот мясо выдернуть мне не хватило то есть когда ты уже просто отдался и откинулся на сиденье сказал ну все теперь я уже все расскажу вот такого конечно нет но я вот именно я такие хотели мероприятия то есть вот прям вот прощай чтобы гореть Я просто от этой работы горю И мне, соответственно, хочется это отдавать Но для этого надо раскачать И меня разогреть, как кассера И любого другого такого человека Ну, спикера, я имею в виду Ну, и зал с другой стороны тоже самое Они реально подустали, да, под конец Просто, то есть, нам даже вопрос уже задавало Ну, три человека Это нехорошо И зал, в принципе, к концу уже там На треть расселся, хотя всего один день Ну, а все остальное было супер И кораблик, и все эти Все хорошо Единственное, может быть Действительно правильно, когда есть большая Так скажем, большая толпа народа Непонятно, в какой ресторан идти Вот это вот вообще непонятно Ну, лично для меня То есть, если это какая-то турбаза Если там, ну Для нас там какой-то ресторан Или еще что-то Кому-то может быть, наоборот, быть скучно То есть, а может быть, кому-то Наоборот, хорошо То есть, как-то Ну, с другой стороны, мы в таком ресторане были Но опять все расселись А если сели бы за один большой стол Ну, галдер был бы То есть, вот это я не знаю Вот концовку, я не знаю, как ее улучшить Надо просто над этим думать И опыт набирать И опять место заведения Там кто-то любит, я не знаю, вино Кто-то пиво Кто-то водку Ну, тут всем не угодишь Наверное Я вот могу сказать еще Что я обязательно на следующем мероприятии сделаю побольше активностей Прям в зале на презентацию, чтобы побольше перезнакомились Ну, это я вообще думал На первой презентации Сесть всех, как Знаете, это Клуб этих Ищет, кто там Неженатых, я думаю Сели Визитками обменяться Реально Просто заставить всех, чтобы принесли визитки Я думаю, я там Фотограф Я программист Я могу там это Я на Амазоне 10 лет Как мы с Русланом познакомимся Подошел мне Спросил В этом В Минске А тебе нравится этот Как вон мероприятие? Я говорю Ну да Он говорит А мне не нравится Я говорю А почему? Ну, потому что вот дропшиппер стоит Какое-то у него такое отношение Ненормальное А к дропу Несерьезное С оборотом Каким-то вшивом А вот девочка сидит в зале У него там оборот Там в 10 раз больше И заработок По 20 раз больше А ее на сцене нет Я говорю Ну, во-первых Ребята старались как могли Если они ее не знают Или кого-то Не знают Это не значит Что они Принципиально не зовут Если бы они знали Они бы с удовольствием позвали И не факт Что эта девушка Захочет там выйти И так же рассказать И помочь Тем более, опять же Если ты космонавт Там, я не знаю Там, миллиардер Блин, тебе Ну Только кроме мотивации Ты больше ничего не дашь Потому что Это просто другой уровень Ты просто сигареты куришь Там, ну там За 500 долларов Я маю Ну вот Или нанимаешь Самых дорогих Каких-нибудь специалистов Которые тебе помогают Какие-то вещи технически делают Так что Что еще сказать Есть кому что? Я хочу сказать Постать Если Посадить Спикеров В начале Форма Всех Предложить публике Закидывать вопросом То это Немножко Будет легче Наверное Отвечать Спикеру По своему докладу Именно докладу Это наверное Крутая самая тема Но это я и хочу Вторую часть Чтобы люди не уходили В конце надо оставлять Самого крутого На самом деле Это первое Самое крутое Не надо голову забивать Это просто посадить их всех Ну кто Реальные Чуваки крутые Их не проблемы Мы знаем Некоторых не знаем Узнаем Тоже посадим Я маю С удовольствием Чем круче Тем лучше Не огромное количество То есть Четверых Пятерых Достаточно За глаза На любой зал То есть там Хоть тысяча человек Не имеет значения Все И вот им выделить Время Часов в пять С перерывами Все как положено Вот Но Главный спикер Который реально приезжает Чтобы он выложился Круто Он сначала Его никто не перебивает Он дает свое Вот Потом ему Коротенькие вопросы Перед перерывом задают Он там Переварит Грубо говоря Подготовит Потому что вот как Вот в этот раз говорю Бывает что-то там Не рассказал Там не показал Вот Чтобы у него было Время подготовиться Вот Потом перерыв И после перерыва Ему конкретно вопрос Только ему Чтобы ему никто не мешал Чтобы он формулировал Нормально вопросы Ответы И вопрос в основном По теме естественно А не по теме И уже вот Именно я хочу После обеда Покушали Отдохнули И понеслась Может быть там Кто-то например Там я не знаю Какими-нибудь Вот сейчас ребята Ко мне обращаются Например там Спонсорами быть Мероприятия Ну частичными там Какими-то Партнерами так скажем Да можно людям дать Вот время там Я не знаю там Если они помогут Там лучше зал снять Там я не знаю там Блин Катер на три часа снять Там я не знаю Ну просто какую-то развлекуху Ну почему нет Это нормально я считаю Вот Они получат Свой какой-то трафик А мы получим Дополнительные плюшки Для того чтобы Мероприятие было Интереснее просто Потому что мы же Не только работаем Правильно Если работать ради чего То же надо Вот И соответственно Потом сажаем всех И там На два на три блока Деля Может быть по тематике Будем фигачить Может быть Просто в разнобой Ну вот я это так себе вижу Это если брать Один день Если брать два дня То же самое Ну два спикера Если три дня То три спикера Мертвая пауза Кто там у нас родился Как говорят Интимный с алкоголиком Да Согласен Скажи ли я что-нибудь Вопрос был один Формат мероприятия И плюсы-минусы Я высказал свое мнение В принципе я говорю По формату Чтобы Еще раз повторюсь Один спикер На один день Там два Сколько часов ему надо Он рассказывает Свой доклад Не опираясь Не осматриваясь Что Данила Сказали и так далее То есть свое рассказал Небольшое количество вопросов Перерыв И вопрос-ответы ему Обед Соответственно Потом там Я не знаю Время спонсоров Чтобы люди все Не разбежались И потом соответственно Два блока А вопрос-ответов Уже Собрали несколько человек Там из зала То есть крутых Самых там Продавцов и так далее И соответственно Система вопрос-ответов Если два дня То же самое И вот так По дням раскидывать Ну да Прикольно Так на самом деле Лучше всего будет Да Никто никого не перебивает Нету бардака Меньше всего Вот этого Так как мы людей Мне кажется Что народ приезжает На самом деле Ну типа Пообщаться Живую С тусовки Чисто посмотреть Там Прикольно Постреть на живого человека Увидеть мотивацию С ним пообщаться Побольше времени Согласись? Да Потому что То что именно Выступления такие Можно прийти В лайве Посмотреть Согласен Я об этом и говорю Я из этого Не хочу сильно Выступление Выступление Как база Нормально Даже То есть Вот эти вот Все вещи То есть Вот мне лично Например Я просто не понимаю В каком формате Подготовить Вот это вот Выступление То есть Не сложно Вот Хронологию выстроить Кому-то это нравится То есть Я считаю Должна быть база То есть Он подготовился Если надо Нетрудно В пайлпойнте Там все это нарисовать Рассказать И для себя План составить О чем ты будешь Рассказывать Просто Перещелкиваешь Смотришь Там Боткнул Прикольную Картинку Там Я не знаю Вот мне по приколу Когда задаются По вопросу Я никогда Своим выступлениям Особо не хотел Я тоже Я тоже Так люблю На самом деле Открою секрет Я вот за два часа До выступления Пошел Поглял по набережной И подумал Что я скажу Потому что Я поспитил Ребята И все Не повторяются Все ясно Так Ребят Что еще есть Сказать у кого Добавить Дополнить По выступлениям Давай Осваиваю Программу Слышно Да Отлично Слышно Всем привет Денис Слушай Давай Может быть Мы соберем Отзывы О следующих Темах Для выступлений Для сбора Конференции Отлично Давай Пост Заскрепим Тогда наверху Щас Вверху Группы Вот И посмотрим Что ребята Напишут Давай Промониторим Так скажем Спрос Потому что Я как Обычный продавец Я уже говорил Мне интересен Трафик И конверсия Конверсия Мы заявили Следующую тему Внешний трафик Вот подумали Что это может быть Многим интересно Но мы У нас еще есть Секретный спикер Да Собственно Которого мы еще Не обозначили Может быть Мы как раз Подберем Его исходя Из пожеланий Большинства Потому что Я знаю Многим интересна Тема брендинга Тема инвестирования Финансовой Грамотности Соберем Отзывы По этому поводу И может быть Как раз Третьего спикера Давайте Короче Напишите Напишите Тогда Значит Темы И Спикера Вскоках То есть Кого бы вы хотели В этом отношении Видеть Посмотрим Может быть Что-то Действительно О чем Я не думал Интересно Потому что Естественно У всех Свои потребности Может быть Мои потребности Менее популярны Чем другим Вот Я потому что Вижу Может быть Я ошибаюсь Именно Тематически Вот Но Да Действительно Чтобы не повторяться Не было скучно Может быть Это и надо Размывать Не знаю Ничего не могу сказать Ну В принципе По большому счету Тогда Наверное Все Если сказать Нечего У нас Там будут Видосы Заходите В группу Вот этой Встречи Я сейчас Ссылку на нее Скину В фейсбуке Вот Заходите туда Там будут Фотографии Видео Я так понимаю Главную группу Мы выкинем Но тут Такой Трафик Что Все провалится И пропадет В никуда Я боюсь Есть такая идея Короче Не знаю Насколько она звучит Можно между Допустим Спикерами Приглашать Какую-нибудь Группу Не знаю Там Может быть Классической музыки Может быть Наоборот Там Какой-то Рок Чтобы Проснулись Не 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 Такое Что Прямо Что-то Расколбас Какой-то Был А что-то Такое Фоновое Конкретно Чтобы Люди Посидели Обдохнули Головой Да Не Можно Подумать Именно Какой Формат Как Это Все Делать Но Это Уже Такое Что-то Получается Это Как Это Сказать Надо Подумать Я Принципе Да Можно Тогда Эти Живые Фигуры Да Еще Там Расформ Что Угодно Я Как Идею Понимаешь Такое Чтобы Мозг Просто Раз Выключился Отдохнул Я Теб Говорю Вот В этот Раз Мне На Удивление Вот Я Честно Могу Сказать Я О Таких Мероприятиях Побывал Вот Группу Я Скинул Кто Захочется Заходите Там Будет Все На Мое Удивление Все Пролетело Просто Знаешь Как Со Скоростью Света Я Знаю С Людьми То Есть Очень Быстро Пролетело Из-за Этого Мне Лично Вот Этот Формат Например Абсолютно Устраивает Его Просто Можно Там Масштабировать В 2 Дня Например Все То же Самое Только 2 Дня Все Тоже Самое Только 3 Дня Вот А Что Туда Втыкать Ну Это Соответственно Просто Стоит Денег Соответственно Мероприятия Там По Полтиннику Закрыли Денег А Москва Не Дешевый Город Нам Я Вижу Там Упор Классный Зал Что Был Можно Вот В этот Раз Был Отличный Зал Может Наверное Еще Лучше Я Не Знаю Там Отличные Спикеры Ну Кто Нам Вообще Мешает На самом Деле Буржуев Привезти Я Не Вижу Проблем Просто С Иностранцами Нужно Еще Переводчик То То Привезти Его Я Не Знаю Как Другие Но Мы Хотя Б То 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 Бюджет Который Мы Собираем И Как Раз Тратим Именно Чтобы Привезти Чтобы Расселить Ну То То Такое Мини Эконом Вариант Но Насколько Я Знаю В Других Местах Вообще Ноль Просто Ноль На Свои Деньги Приезжаешь Я Минск Ездил Там И За Вход Платил Сам Вот Как Раз Надо Вот Это Все Соизмерить Просто Я Не Вижу Там Нравится Там Я Помню Мопрос Делал Там Any Code Но Он Может Быть Не Поедет Но У Дениса Там Есть Чувак Который Занимается Этими Конверсией Текстами Всем Этими Листингами Короче Не знаю Даже Не важно Кто Кого Слушает Кто Хочет Какие Проблемы Они Что Там Космонавты Золотых Сапогах В любом Случае Так же Можно С ними Общаться И договариваться Никаких Проблем Нет Уж Я Молчу Тех Кто Продает Эти Программы Какие Нибудь Там Всякие Анзываны И так Дальше Приглашить Можно Кого Угодно Главное Чтобы Это Действительно Были Не Беспонтовые Люди Которые Приходят Мы Знаем Кто Беспонтовый Человек Тот Который А может Быть И нет А может Быть Ему Во сне Приснилось И он Эти Легенды Рассказывает Потому Что Ну Всем же Понятно И кто Уже Этим Занимается И помнит Там Наизусть Там Где На что Нажать А когда Человек Это Не делает Он Ни с кем Особо Не Общается Потому Что У него Задаш Конкретный Вопрос Он Ничего Не Ответит Потому Он Не Знает Ничего И Будет Рассказывать Про Всякие Делегирования И все Остальное Из-за Этого Хочется Этих Товарищей Если Рассматривают Приглашать В принципе Можно Увеличить Бюджет И пригласить Какие проблемы Я вообще Проблем Не вижу Тем более Если на то Пошло Вон У меня Есть Товарищи Которые В Америке Живут На те же Мероприятия Этих Америкосов Входят В Америке Они Чем То Моя Большие Снимают За это А кто-то Абсолютно Нормальные Такие же Продавцы Как и мы Хотели бы Ну не знаю Просто приехать В Россию На халяву Там Тусануться Пообщаться С продавцами Ну просто Есть же люди Которые же Все Заработали Деньги Нужные В принципе То есть Тут Если Я понимаю Там у меня Дочь Танцами Занимается Там А не Танцоров За границу Приводят Ну они Этим Зарабатывают Ну здесь Нам тут Рассказывают Люди Приезжают Там Миллионы Качают В месяца И что Сколько им Платить Ну естественно Они приезжают Или за интерес Именно Связанный С деньгами То есть У них Все это На бумаге Только Все эти цифры Или они Приезжают Ну это Опять же Я могу сказать Или они Приезжают Просто им По кайфу Просто По кайфу Когда ты На таком уровне Уже Тебе просто В удовольствие Поделиться С единомышленниками Пообщаться Ну и опять же Совместить Приятность Полезна Тоже Путешествие Мне так кажется Я могу ошибаться Я не знаю Мы же не говорим Только об американцах Во многих странах Есть Продвинутые Чуваки Ну или Можно К ним Поехать В Америку И устроить Эти мероприятия Мне только что Об этом Говорили Что Точно Человек Знакомый Писал В Америке Давайте Проведем Так Ну До Америки В Америке Можно Все это Устроить У нас Особо Никто Не зовет И там Как бы Свои Чуваки Есть Которым Это Рядом С домом Провести Никаких проблем Нет Я не понимаю Почему Они это Не делают Вот Если говорить Более серьезно Я думаю Что можно Организоваться И поехать На какую-нибудь Большую Американскую Конференцию По Амазону И пусть Там Организуют Синхронный Перевод Скажем Мы соберем Группу Выбьемся Я честно Могу сказать Я вообще Не прусь Мне больше Интересно Смесить Приятное С полезным Это Какая-нибудь Выставка В том же Китае И Гонконге И там Собираться Просто Мы из разных Стран Кто-то Из Америки Кто-то Из Европы Кто-то В том же Китае Живет Есть Корея Ребята Встречаться В том же Китае Рядом Тут и Производители Тут и Выставка Вариантов Миллион Мы создаем Сообщество Мы находимся В начальной Стадии Создания Сообщества Которые В будущем Надеюсь Будет расти И процветать Вот и все Это же Обмен информацией Мы Особо Ничего Не сказав А можем Получить Какую-то Такую Идею То есть Каждый Из каждой Из этих Встреч По-любому Вытащит Что-то Своё Вот и все Что еще Есть кому Сказать Давайте Скажите Что там По будущим Встречам Нас сейчас На данный момент Планируют Что мы будем Организовывать Ну и В принципе Дом Можно Заканчивать Есть кому Что сказать Алло Да похоже Надо финалить Все Да ты уже Практически Все сказал Там Осталось Это Все законспектировать Да Там Разделить Это все На какую-то Ну скажем так На карте Все разложить Точки поставить И все Ну да Ну да Мы просто На будущее Собирались Сделать Следующее мероприятие Нам Вступил Предложение В Сочи То есть Мы как бы Базово у нас Мы производим Проводим эти мероприятия В Москве Потому что Проще всем доехать Из Украины Из Белоруссии Из Казахстана Ребята приехали Никаких проблем К нам приехать Нет Чтобы Была Так скажем Необходимость И желание К нам приехать Просто будем Повышать И сервис И Качество Контента И все остальное То есть И формат Потому что Я сейчас говорю Из спикера Надо вытягивать Ну то есть Раскачать человека То есть Ну тяжело Я не знаю Не каждому дано Быть спикером Во-первых Не каждому дано Быть Вот этим Там умение На публике И так далее Мы как бы Здесь не занимаемся Этим Мы просто делимся Информацией И все Но если Грамотно Взять интервьюеры Который может Это вытянуть Раскачать И зал И этих Спикер То это будет круто Мне кажется Но это опять же Мое сугубо Такое вот мнение Просто У нас такая Очень узкая Специализация Здесь надо еще Этому Который интервью Будет делать Подготовить Хорошо Но Не так просто Из-за этого Скорее надо Из своих продавцов Это все Самим Все это Вытягивать Вот И нам После этого Приложения Делать это Ну В Сочи Планируем Это делать Там В десятых Числах Сентября Вот Сейчас на данный момент Подготавливаем Уже конкретное Предложение Потому что Все это Как обычно На коленках Вот Ну Все напишем В группе В любом случае Обращайтесь И там Я так понимаю Надеюсь Проведем все это В Сочи Разок Потому что Сезон как раз Нормальный Ну вот У нас Перед Горячим сезоном Можно немножко Отдохнуть И одновременно Поработать Тема Внешний Трафик В принципе Все Если кому интересно Обращайтесь ко мне Я уже потом Перенаправлю К нашим Ребятам Кто там Этим будет Заниматься Там Аня Лена И так далее В принципе Все Всем удачи Всем пока Тогда Всем спасибо Хорошего вечера Счастливо Все Пока